Еще и видно. День добрый. Ребят, здравствуйте всем. Здравствуйте всем. У кого-то день, у меня вечер, ночь. Всем привет из Индонезии. Остров Бали. Так получилось, что карантинится. Мне здесь немножко попроще, нежели некоторые. И темы сегодняшние, которые мы будем, скажем так, поднимать. Если честно, вот эта штука, как закрывать 8 из 10 сделок, легко, с любовью, даже в кризис. Ну давайте, вот 8 из 10 это, наверное, уловки организаторов. Это то, что я не очень люблю. Кстати, этот текст взят от моих же организаторов в тренингах и так далее. Но то, что там абсолютно правильно, это про любовь. И вот про продажи переговоров, то, что мы будем говорить, разговаривать. Самое первое, что я хотел бы донести изначально до людей, и то, что для большинства людей очень, ну как сказать, как тезис это понятно, а вот именно исполнять в исполнении, это реально очень сложно. Речь пойдет о том, каким образом видеть, слышать своего клиента. Давайте пойдем по презентации. Я ее сделал, можете посмотреть. Вот маркетинговый ход. Кто-нибудь, может быть, видел, слышал такое? Подпишите, пожалуйста. Маркетинговый ход, если кто-то знает, что это такое. Потому что, ну, дела, скажем так, достаточно известны, если кто-то предпринимателем является. Кто-нибудь помнит, что здесь сделали? Что сделали вот с упаковкой? Я специально там кое-что затер, да. И вот справа это зубная паста. Что маркетинг придумал и что сделали? Можете отписать. Самое интересное, в тот момент, когда люди это все придумывают, самое главное, я сам был таким, да, когда был молодой, человек-воделец, он сидит там, в ладоши хлопать, ю-хура. Увеличение потребления, а как? Увеличили расход, увеличили отверстие пасты, точно, Андрей, десятку. Да, увеличили расход. Все, что сделали с пастой зубной, да, там сделали консистенцию пожиже и сделали отверстие побольше. К чему это ведет? Это ведет к тому, что в тот момент, когда вы берете и, скажем так, выдавливаете на зубную щетку, у вас расходуется больше пасты, соответственно, быстрее заканчивается, быстрее вы покупаете новое. Да, зубная паста. С левой стороны, может быть, это непонятно, это средство от похмелья. Да, может быть, кто не сталкивался, как потребитель. То, что там сделали, давайте, так как немножко с задержкой все идет, я сразу уже не буду время терять. То, что там сделали, там стали просто в рекламе показывать, что надо кидать две таблетки в стакан. Раз, два. То есть в видеорекламе человек смотрит с лимонным вкусом еще. С лимонным вкусом это уже отдельная, скажем так, история. Когда вместо одного лезвия, там, Нева, помните, сейчас целая куча. А самое, наверное, печальное, не то, что печальное, парни, может быть, кто-нибудь сталкивался с таким, что когда ты купил станок, несколько этих бритв, да, к нему, как их называют, одно сменное, второе, третье. У тебя три закончились, станок есть. А ты приходишь в магазин, и ты не понимаешь, ты не помнишь, какой точно тебе надо. А у тебя этих жилетов, не знаю, штук восемь или десять. И ты берешь, покупаешь какие-то, кажется, то, что вот оно подходит, а по факту оно не подходит. Кто-нибудь с этим сталкивался? Я это к чему? Маркетинговый ход. У меня, знаете, какой вопрос? Если кто-нибудь, вот был бы на месте владельца, да, когда вы продаете, допустим, то же самое средство, вот похмелье или там зубную пасту, кто из вас на месте владельца сидел бы и радовался? Потому что там увеличение продаж, ну, давайте так, я не знаю, там ровно в два раза, не ровно в два раза, но увеличено. Кто из вас на месте владельца сидел бы и радовался? Отпишите, только по-честному. То есть у вас было, не знаю, там 100 долларов или 100 тысяч долларов, а тут пришел там шибкоумный маркетолог, то раз у вас не 100, у вас там 200 или 170. Кто из вас на месте владельца радовался бы сидел и считал бы денежки в подвале, все как скрут шмакдак? Напишите, можете написать честно. Я был бы рад. А кто-нибудь может все сесть и сказать, что не-не-не, нет, я бы не радовался. Более того, вон, Света, по-честному, я, потому что денег-то больше, правильно, красотища. Пишите, вас здесь, не знаю, там много человек, 272 человека. Радуются, ну, да, я скруч, думаю все. Давайте за всех не надо, за всех не надо, надо отвечать за себя. Ребят, в тот момент, когда вы радуетесь, понимаете, в чем дело? Дело в том, что это ваше искреннее внутреннее чувство, то, что ура, юху, я сейчас взял и вот себе заработал денег больше. А теперь знаете, что представьте? Представьте то, что у вас, не знаю, бабушка наверняка у кого-нибудь есть. Когда вот она живет где-то в деревне, и знаете, что она делает? Она приходит на свою пенсию, пускай вы ей денег иногда присылаете, ну, не настолько то, что прямо, но вот она приходит и на свою пенсию покупает эту зубную пасту. Если раньше этой зубной пасты ей хватало, не знаю, ну, допустим, на полгода, да, или там на три месяца в зависимости от интенсивности, то сейчас у нее эта зубная паста заканчивается, не знаю, там, быстрее. То есть она тратит денег больше. И у меня вот вопрос, знаете, какой? Кто из вас такому порадовался, то, что сейчас у вашей бабушки деньги заканчиваются просто-напросто быстрее. Только потому что, только потому что с той стороны сидят офигенно крутые маркетологи, которые берут и вот так вот все раскидывают. А к этому еще и мерчендайзеры, которые вот эти спонтанные покупки, или самое полезное надо поставить в конце. То есть пока ты дойдешь, ты потратишь все деньги. Как вам такое, ребят? Как вам такое? Да, то, что ваш, не знаю, там, ребенок, который сейчас вот сидит, я гарантирую, потому что из такого количества народа наверняка у кого-то есть маленькие дети, и вот эти маленькие дети, они сидят вот здесь. То есть человеку, не знаю, 5-7 лет, а если ты у него сейчас отберешь телефон или гаджет, он исправит тебе истерику. Как вам? Такая радость. Понимаете? Дело в том, что люди, которые придумывают это все, или, скажем так, рекламируют, или маркетологи, или, ну, вот, продвигаторы, они тоже сидят и думают о том, что как продвинуть, и совершенно, и очень мало людей сидят и думают, что вот на месте потребителя хотел бы я, чтобы моего ребенка вот эта вот вся, вот эта тикточная штука, чтобы меня этот тикток воспитывал, или ребенка моего. Нет, наверное, не хотел бы, потому что он сейчас там потонет. А если еще на биохимии куда-нибудь перейти, в дофаминовую систему, ему сейчас отрубают нафиг. То есть у него кроме тиктока, по сути дела, радости в жизни больше не будет. Адвокат и дьявол, согласен. Юлия Зеленина, если, не знаю, это либо одна фамилица, либо вот мы с тобой знакомы, да, Святой Щ. Евгений, понимаете, я не могу сказать, я не могу сказать, что жулики, потому что вот чувство меры дар богов везде, да, то есть у каждого в голове свое, знаете, вот чувство меры. Есть люди паранояльного склада, да, то есть паранояльный радикал, и они видят цель, не видят препятствий. Вот он в любом случае туда идет, и самое главное, он спит спокойно. Но огромное количество людей, они, знаете, что делают, они, я не скажу, душу продадут, да, там за деньги, но там идет какая-то продажа вот этого внутреннего своего состояния, там идет, то есть, потому что ты приходишь, человек тебе приходит и говорит, давай ты это за 100 баксов делаешь, а ты такой с ума сошел, что ли, а потом тебе говорят, а давай не 100, а давай 100 тысяч баксов. И вот там было нет, а здесь все-таки 100 тысяч, и ты начинаешь сидеть думать, потому что количество, 100 тысяч долларов, это очень много энергии, и ты сидишь думаешь о том, что, блин, вот сделать, не сделать. Люди, я об этих вещах стараюсь людям доносить, да, и вот 8 из 10, не обязательно 8 из 10, но то, что к вопросу именно о том, что, не знаю, там, с любовью относиться к людям, наверное, это базовое, то есть тот момент, когда ты сам себя уважаешь, когда ты сам с собой вот в мире живешь, да, все нормально, все хорошо, все в порядке, в таком случае ты не будешь заниматься вот такой фигением, то есть в угоду именно деньгам, вот, количеству денег, ты не будешь продавать вот эти вот маленькие, да, то есть, я не буду, ну, давайте так, маленькие психотравмы, то есть вот это режим, когда совесть – есть такое понятие, в которое, когда ты ложишься спать, а потом сидишь и думаешь, ну, как-то нехорошо с бабой получилось, да, денег тратят как-то побольше, ну, ну, ладно, типа, да бок с ним. Вот количество вот этих вот маленьких продаж, оно потом превращается в одну большую я буду говорить сегодня ну допустим вот такая вот штука как вы думаете о чем думают эти парни о чем они думают они думают о себе правильно ну вот стоит женщина ну ладно бог не беременна я не знаю то есть но вот ты сидишь если кто-то в москве не знаю не обязательно москва где-нибудь метро вы можете увидеть этих молодых там 25-30 летних пацанов которые садятся вот так вот особенно если ему ехать из концовка в другой конец города и смотреть грубо вот так вот сидеть открыто это не рентабельно энергетически не рентабельно потому что сейчас зайдет какая-нибудь женщина а вдруг не дай бог старая еще зайдет и придется вставать а лучше сидеть поэтому то что я сделаю я сейчас сделаю вот эту маленькую продажу и воткнул наушники лучше вот так вот на 5 лет это я в упор никого не замечаю но зато я отлично сэкономлю энергию и дает туда куда мне надо абсолютно бодрым и отдохнувшим вот происходит ну вот такие вещи которые происходят каждый день по поводу того что они думают я устал я тоже человек эгоцентристы в девы и девчонки сразу включать а вот пацаны давайте так не обязательно про парней не обязательно про парни дело в том то что и барышни да то есть но человек да не чуждо человеческого ему и что и вот эти вот маленькие вещи детали и так далее то есть они начинают где-то как-то потом сказываться на то что я стараюсь до людей доносить во всех своих не знаю выступлениях конференциях там школах онлайн школа есть в первую очередь в первую очередь вот этот режим когда ну экологичность то есть она прежде всего а все это начинается с того что ты начинаешь слышать видеть чувствовать понимать вот ту сторону другую сторону евгений написал никогда в метро не сажусь вот вот этот режим вот этот режим до парни вот то же самое вадим до женя саша не надо вот это равноправие сами хотели то что ты сейчас делаешь ты берешь ответственность вот туда не надо за них говорить пускай они думают что хотят девчонки и так далее ты отвечаешь сам за себя то что парни написали абсолютно верно и правильно и заходишь рано или поздно сюда все равно зайдет какая-то женщина и вставать скакивать вот туда-сюда ну может быть если вагон полупустой и так далее но заходит женщина автоматически вот это отношение знаешь если маленькая то представь это дочь твоя да или ну допустим сестренка младше если твоего возраста допустим пятом любимая женщина там такого же возраста постарше мама или бабушка то есть при своей женщины ты бы сидел нет ты бы не сидел до при своей там мелкой даже ну там ребенок но все равно барышню надо воспитывать девочку до из того что это нормально то что мужчины стоят барышни присаживаться садись ребенок сиди то есть вот это наверное это базовые это вот стратегические вещи которые цены которые которые необходимо людям там прививать на такого образования нет и соответственно что получается кстати следующий слайд он очень очень такой показательный о чем он думает мужик который орет на своего ребенка я гарантирую каждому из вас то что либо у вас либо у кого-то из ваших близких обязательно эта штука есть когда ребенок сидит и боится прихода родителей с родительского собрания если кто-то боялся можете поставить то чтобы его дело кто-то из вас и гарантирует то что сидел и боялся знаете чего приходы родителей с работы например просто родитель ваш который по сути дела вас любит или должен пока милю любить и мама папа у которых вы по идее любите и сидишь и боишься еще ничего не случилось а тоже сидишь и боишься почему потому что в тот момент когда у мужика вот там что-то накипела или у женщин она и так на работе задерганы так там денег нет тут приходит и вот накосячил ребенок что-то разбил свалил не знаю там испачкал и так далее он не может не разваливать он не может не пачкать что-то потому что он ребенок у него нет вот этого опыта по лимбическая система не знаю физуха его он не привык он не знает у него опыта этого нет и спрашивать с него с высоты вашего с ваших 30 40 50 лет это бестолково да он еще мелкий и поэтому он будет разваливать поэтому будете поджигать полит не знаю тогда ли сами себя где детстве вспомнить и это не является причина чтобы человека наказывать то что человеком надо делать его надо воспитывать разговорить а вот эмоции которые тебя распирает это уже твоя лично твои ответственность выплескивать однових на своих любимых там нелюбимых людей или же научиться с этим работать до в тот момент когда тебе действительно распирает демон изнутри я не знаю что ты там перед этим выводом уж там действительно что-то ужас уже служишь называть но это уже исключительно твоя ответственность что ты будешь делать с теми людьми которые рядом либо ты их убережешь от вот этого выплеска либо что ты сейчас будешь туда выплескивать раскачивать маятник и находиться вот в этой атмосфере не знаю там страха гнила агрессии там ну и так далее она вам надо так получается то что родителю да то есть ну нас не учат родители каким образом с детьми нормально обходиться равно как вот продажи переговоры да то есть именно хорошая школа на как правило будет много стоить и туда идти человек сидит и думает что такое я сейчас должен за там пару дней тренинга отдать месячную зарплату ребят но в хороших школах там учат чем учат вот этому качеству думать мозгами покупателя то в продажах то есть эмпатия то есть и дети чувствовать вот в тот момент когда ты начинаешь кричать что чувствует твой ребенок что он сейчас переживает или ты идешь домой и ты спроси сам себя вот как он сейчас вот у него что там любопытство интерес или страх у человека если у него страх ты хочешь чтобы твой ребенок страхи воспитывался и рос нет то есть он не должен ничего бояться и даже если какие-то неполадки там школе так далее мы садимся и разговариваем если у него вот что-то ему такого качества который не смог ему привить интерес и поэтому это твоя задача этим заниматься чтобы ребенку стало вкусно и чтобы ребенку стало и в школе был преподаватель которого вы любили у каждого из вас я думаю был вот этот режим когда учитель поменялся и у вас несмотря на вот любовь там к этому предмету раньше сейчас как отрезала как отсохла не хочется и то же самое биология никогда не интересно не было учитель поменялся и вдруг тебе эти жучки паучки так дико нравится ребят это сложно но это то чему надо учиться обязательно надо учиться потому что в жизни это мы не знаю одна из важнейших одной из важнейших качеств до умения основное качество продажах переговоров которым все знают но мало кто умеет тарам думать мозгами покупателя ходить его мокосинах влазить его шкуру влазить его шкуру от сесть вот туда и сидеть думать почему он сейчас должен согласиться и вот сразу вопрос знаете какой но вот сегодня нынешняя теперешняя обстановка кто из вас был бы рад звонку потенциального продавца без разницы банковские услуги там еще что не какую подписку на что-нибудь да и человек звонит и говорит здрасте мы хотели бы вам предложить что ты хочешь ему сказать дебил суши карантин сейчас какие продажи с ума сошел я тут сижу не знаю как не закрыться там не закрыться да ты мне хочешь что-то вот опять сесть пихнуть целая куча вещей которые именно так происходит почему потому что продажник или допустим человек стоит стороны который хочет продать на чем думать он думает о себе он думает как закрыть свою аренду сейчас как свою заработную плату платить откуда каким образом деньги нужны деньги нужны за счет чего для того чтобы продать я звоню послушай возьми давайте скидку сделать ну хоть как-нибудь нет люди это так называемый я подход кто-нибудь из вас кто-нибудь из вас я думаю наверное может быть был бы рад знаете какому звонку вот этот режим эмпатии когда человек вам звонит он говорит послушайте здравствуйте мы вот с вами в работе даже какое-то время я собственно звоню почему вовсе не для того чтобы обязательно сейчас что-то продать мы тоже там занимаемся я звоню у вас узнать как у вас дела как в этот карантин что называется там проходите я звоню чтобы узнать могу ли я чем-то помочь могу ли я быть на сегодняшний день чем-то полезен да потому что мы тоже сидим и думаем как дела у наших клиентов мы знаем их проблемы и поэтому под их проблемы сейчас сидим там генерим решения то есть мозговой штурм если я вдруг со своим продуктом со своим товаром со своей услугой сейчас что-то могу скажем так для вас сделать то есть давайте это обсудим давайте об этом поговорим и вот в этот момент наверное происходит вот этот режим когда из не знаю там 10 пытающихся что-то 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 продать если в режиме вот этого я подхода один звонит и говорит послушайте могу чем-нибудь помочь могу что-то для тебя сделать я думаю то что сейчас вот эта турбулентность она наверное наверное это такой большой повод для того чтобы начать с людьми дружить но вы помните да то есть это вот как парни это могут вспомнить девчонки могут вспомнить всегда люди с которыми мы вот прошли что называется какие-то такие жесткие времена до какой-то кризис и так далее друг за друга там в октяне держались вот к тем людям привязываешься прям вот так вот привязываешь и мне кажется то что сейчас самое время именно устанавливать контакт смотреть что за люди рядом вокруг о чем там как у него что и смотреть что ты можешь на него сделать но потому что вот этот закон то есть работать на отдачу потому что то ну именно на отдачу могу что-то для тебя сделать с удовольствием сделаю он таким образом работает то что небесная канцелярия вам остальное ну пересчитать сделают но это исключительно мое мнение слушайте я сейчас не претендую ни в коем случае на истину в последней инстанции это просто мой образ жизни я буду стараться что-то сделать для человека мне позвонил человек у меня есть онлайн школы да так получилось и мне отписался человек который вот так вот расписал то что вы знаете ваша школа вы мошенники я буду на вас подавать там и так далее то есть вот это повторяет это вот то 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 понимаете но для меня это настолько но непривычно да то что я сделал я сказал дайте номер ну своим организаторам ребятам там я сказал вытащите из серемки что это за человек дайте мне его номер телефона я буду с ним разговаривать я буду с ним разговаривать я разговаривал я два раза с ним разговаривали разговаривали именно где-то мы не знаю там по полчаса минимум я взял на себя Да, именно труд посмотреть вот те тренировки, которые там проходят. Я сказал, скиньте мне тренировки там, где с ним как раз там занимались и так далее. И я, черт возьми, нашел причину. Я потратил на это время, но причина не была. То есть в конце концов человек сказал, ну да, там школа, окей, там все нормально. Просто я нашел причину, что там. Но я именно дал себе, ну вот этот... Я потратил на это энергию, чтобы решить этот вопрос. Потому что с точки зрения именно юридически, то есть все бумаги заполнены, все... Править человека просто куда-нибудь заблокировать, там в бан и так далее, пускай он каким-то образом свои вопросы решает и так далее. Это, по сути дела, самый энергосберегающий вопрос. Потому что никто этим судом заниматься не будет, никто ничего не выиграет. Позиция заранее сильная. Но я чисто по-человечески не могу, скажем так, этого сделать. То, к чему, по сути дела, призываю. Это постарайтесь с людьми общаться таким образом, как если бы вы, ну не знаю, хотели, чтобы с вами общаться. Тезис избитый, давнишний, старый, но он реально очень сложно восплатимый в жизнь. Потому что люди сейчас, я говорю, вот маркетинг, то есть к вопросу об адвокатах, дьяволах и так далее. Или фильм, может быть, смотрели, здесь курят или там здесь не курят, да, там в разной интерпретации. То есть вот это, как гибкая мораль. То есть, ну я не знаю, я знаю то, что есть контекст, как бы, да, в каком-то контексте ты можешь показать, и уже то, что было черным, уже становится белым. Да, то есть, ну как переговорщик, как бы, как человек, который может, как бы, из черного сделать белое, используя различные инструментарии. Но дело в том, что у тебя в голове это, оно все равно не меняется. Ты все равно думаешь о том, вот, что, чуть не сказал, не буду, стоп, стоп, подзавелся. Да, смысл следующий, как с самим собой, ладно, хорошо. Те вещи, которые здесь есть, о том-то, что это реально сложный навык, ну. Пару смешных этих слайдов здесь. У меня целую презентацию делать, доказать. Связь пропадает, связь пропадает. Ребят, здесь на острове, да, интернет, несмотря на то, что вот прям постарался и вроде купил себе интернет, тот, который во все эти, оно здесь так, извините. Возвращаюсь сюда. Нормальный типичный скрипт, смотрите, добрый день, как я могу поговорить? Добрый день, меня зовут, вы не против поговорить буквально две минуты? Мы проводим совместную кампанию, предоставляется скидка, насколько вам интересно. Кто из вас, кто из вас получал такие письма? То есть, когда зал сидит, это, конечно, смешнее и интереснее, потому что кто из вас получал такие письма? То есть, люди поднимают руку практически весь зал. Письма или такой разговор. Здрасьте, хотели бы предложить, вот скидка. А потом, когда спрашиваешь, а кто из вас пишет такие письма или отправляет? То есть, на весь зал поднимают руку, ну, не знаю, человек на 200, на 300 поднимают руку, ну, человек 10, может быть, да? Я говорю, вот эти 10 человек, всех остальных забомбили. Нет, просто это самый простой, самый обычный способ в режиме «я подход» отбомбиться. То есть, здрасьте, вот оно, прямое предложение, и вот она причина, почему сейчас ему должно стать интересно, скидка в 15%. Нет, люди, это так не работает. Ну, это так не работает, совершенно. То есть, человек не знает, кто я, человек не знает, что у меня, человек не знает, почему я должен сейчас что-то сделать, менять, какова моя ситуация, выгодно, невыгодно, удобно ли мне там говорить вообще и так далее. То есть, не узнают. А вот этот штамп к вопросу о любви к клиентам. Кто-то, да, но сразу нет. Все получали, все пишут. Нет, Наташа, ну, не пишут, по крайней мере, руку не поднимают. А вот этот режим, ваш звонок очень важен для нас. Я так понимаю, что никто из нас не сидел, да, вот на этой трубе, когда ты, заметьте, вот заметьте, большие монстры какие-нибудь, да, всякие, не буду говорить, телекоммуникационные компании, да, например, какое количество тарифов у них и какое количество нюансов, и для чего эти тарифы и нюансы, как вы думаете? Да, у меня ответов других нет, кроме как запутать клиента окончательно, потому что большинство клиентов, они не особо знают всех этих тарифов, а вот это вечерний, ночной, столько-то, не столько-то, а какая-нибудь бабушка, мне кто-то, не знаю, на тренинге говорил, он просто залез в телефон к своей бабушке, которой подарил, нашел там целую кучу всяких разных вот этих приложений, которые, знаете, там по 20, по 30 рублей бабули все-все-все это кассируют. Если вы захотите купить что-нибудь, за сколько времени вам сейчас оформят, подпишут на вас, не знаю, или, допустим, с одного тарифа на другой, там более какой-то переключат, постоянно идет реклама. Вот тариф замечательный, короче, уезжай куда-нибудь, ты все равно будешь на крючке, звони сейчас. Ты звонишь, трубу берут практически сразу, и переподключить без проблем совершенно, потому что это стоит еще денег. Отлично, замечательно. Получить какой-нибудь кредит, сколько времени вы будете сидеть, висеть на звонке, для того, чтобы там, пока кто-нибудь снимет трубку и оформит на вас все. А теперь попробуйте, знаете, что сделать, у вас какая-то претензия, вам что-то не нравится, и попробуйте, позвоните. И веселый голос вам сообщает о том, что отлично, как только вам освободится ваш номер 346, вы запаритесь сидеть ждать. Это к вопросу о клиентоориентированности. Алло, я так понимаю, то, что вот когда 3, 2, 1, это опять у меня скачок, здесь какой-то волн, приношу извинения, извините, ребят. Давайте работаем дальше, кое-что покажу. Чтобы далеко не ходить, если кто-нибудь есть, здесь из ребят, у кого, знаете, вы продаете плюс-минус то же самое, плюс-минус то же самое, но только у вас цена выше. Есть кто-нибудь? Можете написать то, что, да, я продаю вот это, ну, допустим, там, не знаю, кухню вы продаете, что вы там, двери вы продаете, вы продаете какие-то услуги, рекламу, продвижение, что еще, без разницы. Кто-нибудь есть? То, что вы продаете то же самое, что и у вас конкурент, но только у вас цена на 10, 15, 20, там, 30% выше. Кто-нибудь есть? Напишите, я такой человек, я продаю вот это, и на столько-то процентов у меня выше. Евгений, Иван, что вы продаете? Что вы такое продаете? И вот можете себе представить там. Я пришел к Евгению, к Ивану, к Ирине, автомобили, Роман, да, вино. Я прихожу и покупаю. Я покупаю автомобиль у Романа, выезжаю на этом автомобиле и наталкиваюсь на своего соседа, который на таком же. Я такой, о, такой же, а там комплектация, вот такая, вот это, вот это. Сколько заплатил? Столько-то. Да, а у вас на 100 тысяч там дороже, на 200 тысяч дороже. Вопрос, как вы будете относиться к продавцу автомобиля? Вот, понимаете, какая штука? Вы идете, ну, не знаю, вот я рубашку себе купил, когда, вчера, позавчера. Вот, прям, надо было, и я приезжаю, зашел, купил. Гипотетически, допустим, я ее купил, она, допустим, стоит там 50 долларов. Ты идешь дальше, вдоль, там, проехал, еще в магазине, видишь, точно такая же рубашка. Туда заходишь, она там стоит 35. Как вы будете, какое у вас чувство? Я думаю, то, что не ошибусь, если скажу, то, что, о, блин, такая же, там 50, здесь 35. Ай, ну, ладно, вроде как, особенно париться ты не будешь, да, вот сильно, потому что, ну, цена вопроса, ничего там. Но внутри застрянет вот эта штука, да, то есть, и когда человек какой-нибудь вас спросит за магазин или спросит за рубашки, да, слушай, вот у меня рубашка там порвалась, гулял там, два баяна порвал, где бы купить, какой магазин вы посоветуете? Да, вы, вот этот режим, не обязательно кинули, понимаете, вот оно будет, ну, вот чуть-чуть чувство. Кстати, есть люди, реально, есть люди, которые, знаете, они за 15 баксов, они вернутся туда, скажут, да вы что, офигели, с ума сошлись, заберите это взад, короче, им будет нормально то, что вот эта процедура оформления займет целый час, и вам деньги переведут на карту, им будет пофиг совершенно, он будет сидеть, считать деньги. Но вот это внутреннее чувство, да, то есть, ты туда больше не пойдешь, и вряд ли порекомендуешь. Ребят, все те, кто продают дороже, да, сейчас, минуточку, можно продавать дороже больше количества, а если помимо самого ты предлагаешь туда боль, правильно, Саша, Александр Козырев, большие, вот понимаете, то, что вам надо сделать, то, что вам надо сделать, вам надо сесть и сочинить. Вот если вы сейчас что-нибудь продаете за 100, и ваш конкурент продает это так же там, а ваш конкурент продает это за 80, вот просто сами себе ответьте на вопрос. Вот придет к вам кто-то близкий, да, то есть, не знаю, там, родственник, не родственник, ну, допустим, знакомый, да, то есть не друг, потому что другу отдадите по себе стоимости, либо подарите, ну, просто знакомый, который вот интересуется. И он говорит, слушай, а вот люстра мне нужна. Ты говоришь, 100. Он говорит, слушай, а я, конечно, такую же сейчас видел, вот там, я просто туда еще заезжал, и вот она мне просто понравилась, а по-моему, она там 80 стоила. Пауза. И вот сейчас вопрос, что вы ему скажете, ну, что вы ему на это скажете? То есть денег хочется или, ну, вот так получилось? Понимаете, если у вас есть обоснование, абсолютно четкое обоснование, да, когда вот человек то, за что платит, да, сверху, денег сверху, у вас должно быть обоснование. Если вы скажете, посмотри, это самое, там, уважаемый, там, Константин, Александр, Андрей, Елена, без разницы кто, да, вы говорите, посмотри, абсолютно верно, да, там это стоит 80, здесь у меня стоит 100. Я сейчас скажу, почему люди, грубо говоря, знают, что там 80, приходят сюда, покупают за сотню. Вот в эту 20-ую, которую люди переплачивают сверху, знаешь, что входит? И начинайте пояснять. Раз, два. Скакивает. Так, раз, два, три, четыре. Оп, выскочил. Ребята, вон, пишут, бери там, где лучше. Лерла, у меня будет гарантия как другу. Краска дороже, чем Лерла, профессиональные консультации и так далее. Вот то, что Лена сейчас делает, да, именно вот это. То есть я не знаю, сейчас оно там, опять интернет где-то подробился, но смысл именно, он состоит в том, что, посмотри, если тебе, если ты сам мастеровой, да, потому что люстра достаточно сложная, ну, допустим, какая-то гипотетическая сложная, и ее подвешивать действительно, ну, это стоит, там есть нюансы, из-за которых, грубо говоря, люди пользуются услугами именно профессиональных там, настройщиков, мастеров. Если ты сам в этом доко, что называется, ты реально можешь на этом сэкономить. Без проблем совершенно, ты сделаешь это сам, потому что ребята, когда продают там за 80, это не входит в стоимость. Дело в том, что я оплачиваю услуги высококлассных, высокопрофессиональных мастеров, и это является причиной, почему это здесь стоит 100. Вот теперь у вас внутри понятно, спокойно, ровно, нет вот этой паузы, то, что ты не знаешь, как это обосновать. И самое главное, это понятно вашему клиенту. Вот это то, что надо сделать, вот это то, что надо делать при помощи мозговых штурмов. Необходимо создавать вот эту добавленную стоимость и абсолютно спокойно дышать. И когда вы приходите к человеку, вы можете сразу чуть ли не с порога, техника называется снятие будущих возражений, когда вы приходите и говорите, здравствуйте, меня зовут Сергей, то, чем занимаемся у нас люстры, то есть производство, опт, да. Сразу сходу, как бы могу сказать, что они отличаются от того, что есть по рынку, у нас дороже. И я вам просто скажу, за что вы будете платить деньги в том случае, если вам захочется с нами работать. То есть я сразу сходу объясняю, у меня дороже, да. Но вы будете знать, за что вы будете платить деньги. И все, человек сидит, но понимаете, предприниматели, они же не дураки, то есть они тоже сидят и тоже взвешивают, и тоже смотрят на все вот эти вот составляющие. Надо ему, не надо ему, надо, не надо. И когда он говорит, послушай, у меня своя бригада мастеров, ты говоришь, ну да, наверное, на сегодняшний день вы не совсем мой клиент. Да, то есть или же, давайте так, тогда я могу цену скинуть, ну, вешаете вы сами, хорошо договорились. Либо, когда вы человеку говорите о том, что, послушайте, на сегодня, да, я не знаю, что вам предложить, но я сейчас пойду думать. Я сейчас пойду думать. Но чтобы мне было лучше думалось, буквально пару вопросов позвольте, чтобы я знал, что вам может быть вкусно, да, с моей стороны. И начинаете задавать вопросы, когда вы без проблем совершенно говорите, вот сейчас я не знаю, что конкретно предложить, потому что на вашем бы месте я сам у себя не купил. Вот эта искренность, она подкупает. Но ни в коем случае здесь не тормозить, вы просто продолжаете дальше разговаривать. Да, я сейчас пойду и придумаю что-нибудь. Эти вещи, они используются, знаете, вы можете их использовать в домашних переговорах. Вот когда речь заходит, ну, или там отношения и так далее, да, и когда к тебе ставят в какой-нибудь, не знаю, ультиматум, не ультиматум, либо какой-нибудь там жесткий, скажем так, вопрос, на который ты не особо можешь там ответить. То есть тебе говорят, а почему ты вот тогда там вот это проплатил, а вот здесь не проплатил. Например, ну, я не знаю, почему ты за всех платишь? Например, тебе твоя супруга, которая там, ну, это нормально, то что женщина как бы все деньги в кучу и так далее. Почему ты всегда платишь за своих друзей? И вот этот режим, когда ты сразу сходу не можешь ответить, ты можешь, конечно, ответить, но это будет не особо правдой, да, потому что я могу себе позволить, ну, а они там нищеброды. То есть, ну, скорее всего, это будет неправда. Вот, в этот момент ты можешь сказать то, что послушай, вот ты знаешь, я сам сейчас на эту тему вот задумался, я не знаю, что тебе сейчас сказать. Давай так, оставим пока этот разговор, пауза, но я тебе гарантирую то, что я над этим сейчас подумаю и там либо сегодня к вечеру, либо завтра я тебе дам ответ. Почему? Потому что я буду этим вопросом разбираться. Я обязательно тебе дам ответ, я тебе обязательно отвечу. То есть, это один из приемов, который позволяет, если у вас сейчас сразу конкретно нечего там предложить, эта штука, она позволяет перевожить, скажем так, разговор на более поздний период и в этот момент подготовиться достаточно хорошо. Вы можете сразу резко сказать нет, а почему сказать позже? И сказать то, что почему нет, я тебе отвечу позже. Да, сформулирую, я отвечу, потому что деликатные, скажем так, вопросы, они требуют деликатных ответов, над этим надо думать. Как-то так. Есть? Есть. Правительство РФ за дружбу всем этим платит. Скупой дважды. Оптика очки с постгарантийным подарком в течение года и так далее. Да, Екатерина, вот посмотрите, я просто сразу сходу, да, как только постгарантийное обслуживание в подарок в течение года, вот здесь, вот здесь, вам необходимо, прежде чем говорить ему, то, что постгарантийное обслуживание, то, что можно сделать, можно человеку задать пару вопросов. Да, первое сказать, первый вопрос, местные ли вы? Потому что, если вы сейчас приехали и уедете, опять куда-нибудь на остров, да, вы здесь заездом, проездом, в таком случае постгарантийное обслуживание, оно будет для вас, ну, так, постольку, поскольку. Раз, два, три, четыре, пять. Опять появляюсь. И, когда вы спрашиваете, где вы находитесь, он говорит, вот здесь, вот здесь, то в таком случае вы говорите, да, вот в таком случае вы наш клиент, потому что здесь постгарантийное обслуживание. И второй вопрос, знакомы ли вы со статистикой или там с этими, как его, мы просто ввели статистику, насколько часто у людей случаются проблемы, допустим, там, с оправами, причем не по вине производителя. как это бывает, ну, сел, допустим, да, или хотел вот что-то там их подогнуть, там, не так подогнул, оно там, бум, поломалось, да, или там болт куда-нибудь в воду там нефту положил, или там заржавело, там, или сам попытался подкрутить. Вот. Я вам просто скажу, то, что из десяти, мы в течение года замеряли, из десяти у восьми, я это, в общем-то, к чему? Дело в том, что у нас постгарантийное обслуживание, которое позволяет вам дойти сюда до нас за пять минут, и мы, в принципе, все это сделаем, отдадим. Вот за это люди платят нам деньги. Когда у вас есть какой-то аргумент, то есть подавать это надо уметь, это тоже определенная техника, определенная специфика, только под потребность, потому что если вы просто так насыплете ему, а у нас здесь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, у человека всегда есть шанс, когда это, что вы знаете, это невкусно, это неинтересно, потому что, ну, я только приехал, тут же уеду, поэтому ваша гарантия на мне постольку, поскольку, как-то так. Следующий слайд. Каким образом, каким образом вы можете искать эти аргументы, потому что, когда мы сталкиваемся, скажем так, с корпоративным заказом, то, что мы, я когда говорю мы, дело в том, то, что я сам веду тренинги, да, то есть, и у меня есть еще инструкторы мои, те, которые могут также вести тренинг, иногда люди хотят конкретно меня, иногда я говорю, что, ребят, вам легче, лучше вот с моими ребятами познакомиться, потому что все равно под моим, скажем так, руководством, но все скрипты и там тренировки вы получите вот и до. Вот, то, что мы делаем, иногда мы садимся и вместе с командой, да, то есть, ребят-продажники, сидим, и вот этот мозговой штурм, что является аргументом, что для человека, что для покупателя может являться аргументом, и схема, она не очень сложная, она выглядит вот таким образом. Та-дам! Чек-лист для поиска аргументов. Первое, почему я купил бы у себя? Сам у себя, почему бы я сам у себя купил? Вы задаете этот вопрос, и самое главное, в глубине души, да, вы знаете, почему. А самое главное, вот второй вопрос, почему бы я у себя не купил? Это так называемый метод диверсанта, то есть, это взято мной из Триза, теория решения запрятательских задач, да, и был такой гений, Генрих Саулович Альшулер, наверняка кто-нибудь знает, да, то есть, вы можете посмотреть, почитать. Очень-очень крутые, клевые вещи, только там перевожено все именно на науку, на различные там машины, изобретения и так далее, а я сколько ни старался как-то это перевожить на продажи, там плохо получается, но несколько именно таких эпитетов, очень хороших, конкретных, клевых и так далее, они там есть. Так вот, метод диверсанта, каким образом он выглядит? Когда вы пытаетесь защитить жилище, то есть, вы сидите и думаете, так, ну-ка, сделаю-ка вот эту стену потолще, если через окно полезут, вот я здесь заколочу это все там решетками, вот сюда вот еще поставлю, здесь забаррикадирую диваном, то, что вы делаете, вы заходите внутрь жилища, пытаетесь его изнутри, что сделать, защитить. Метод диверсанта, он заключается в следующем, то есть, в тот момент, когда вы выходите наружу, выходите наружу, и сидите, думаете, грубо говоря, вот там сидят сейчас сажденные, и они каким-то образом забаррикадировались, да, то есть, скорее всего, вот здесь стену они сделали толще, вот здесь вот, скорее всего, они там поставили диван, забаррикадировали окна, вопрос, это все я знаю, вопрос, как бы я взломал это все, каким образом я бы это сделал, то, что вы делаете, вы включаете весь свой мозг, и сидите, докапываетесь до своего продукта, вот прям сидите, как самый-самый ярый критик, да, вот, а вот это почему, вы продукт свой знаете, но просто выходите туда, да, ну, снаружи, в мета-позицию, и начинайте докапываться до своего продукта, вот в тот момент, когда вы знаете, что является у вас слабым местом, или то, на что люди смотрят, в таком случае, вы кидаете туда силы для того, чтобы это слабое место решить, и это запросто может являться потом таким серьезным аргументом, для того, чтобы где-то кому-то что-то продавать, убеждать. Так, сейчас, минуточку, здесь что-то у нас выскочило, как сложно судить, если фирма в течение длительного времени зарекомендовала себя с хорошей стороны продукция, нормальный сервис, в случае повышения цены все равно будут брать у вас. Дмитрий, да, посмотрите, то, что необходимо сделать, когда вы планируете повышать цену, или вы знаете, то, что вот оно греет, так-так-так-так-так, ребят, я надеюсь, что вот Дмитрий В. Ломов, я вот ударение не знаю, куда поставить, но по поводу, когда вам необходимо повысить цену, знаете, что необходимо делать? Сначала, вы приходите к человеку, и говорите, Дмитрий, я к вам сейчас с новостью, она, разумеется, не очень, но тем не менее, посмотрите, мы сейчас держимся, что называется, как можем, но скорее всего у нас будет повышение цены, да, то есть через пару месяцев, знаете почему? Потому что раз, два, три, четыре, пять, обосновывайте им, почему? Смотрите, что происходит, человеку сейчас он особо сильно не будет, скажем так, возмущаться, потому что сейчас цену вы ему не повысили, но вы пришли, сказали, да, то есть не сто процентов то, что так, но скорее всего будем повышать, и аргументируйте, а в тот момент, когда вы пришли к нему через два месяца, да, и говорите, помните, то есть он тоже особенно злой, грубо говоря, на вас не будет, потому что вы его предупреждали, и когда у человека есть власть, контроль над ситуацией, потому что вы пришли, предупреждали, говорили и так далее, то в таком случае человеку легче, скажем так, эту вещь, ну, проглотить или согласиться с ней, нежели вы просто придете и сразу сходу к нему, так, у нас повышение цены, потому что, как там обухом, бум, снег на голову, вот, это к вопросу о том, то что, ну, вот сразу сходу увидел, так, вопросы сказали, то что потом позже, да, ну, давайте я здесь немножко еще, сколько у нас, 19, уже 35 минут, что-то я вообще не заметил, как 10 минут пролетел, давайте я сейчас здесь совсем немного, покажу, потому что эту штуку можете сфотографировать, оставить себе и искать эти, как их аргументацию устраивать, мозговые штурмы, вот, расскажу, и потом перейдем к вопросам, потому что вопросы там конкретные, чем конкретнее вопрос, тем конкретнее я отвечу. Итак, почему я у себя купил бы, почему я у себя не купил, ключевой фактор, да, по принципу Паретта, 80% клиентов покупают там по 20% причин, то есть причины будут приблизительно одни и те же, и плюс-минус одно и то же будет сдерживающий фактор, понятно, да, и соответственно сидим пишем, что необходимо изменить, добавить, убрать и так далее. Пункт номер два, то, что необходимо сделать, обзвонить своих клиентов. Вот это то, что мне, ребята, знаете, я, не знаю, дня три или четыре назад разговаривал, тоже была консультация, и ребята сказали, Сергей, мы как-то были у вас тоже там на тренинге, не знаю, полгода, год назад, а сейчас они менеджеров отправили в онлайн-школу. Мы были, и вот тогда вы сказали, как раз таки обзвонить своих клиентов. Вот только с этого обзвона, только с этого обзвона, во-первых, мы заполучили еще дополнительные какие-то продажи и так далее. К этому еще там целая масса рекомендаций была, помимо этого еще ценная информация, которую мы начали использовать в качестве аргументов. То есть откуда узнали, со сколькими сравнивали, это вам пригодится для чего? Для того, чтобы понимать, когда человек приходит, вы говорите, ну, допустим, автомобили, да, или там что там, двери, не знаю, окна, то есть здравствуйте, подбираете себе, да, подбираю, ну, понятно, а на какой стадии сейчас там принятие решения, ну, вот, присматриваюсь, а где-то уже были, когда он говорит, то что, ну, да, уже три автосалона объехал, а ты понимаешь, что у тебя среднестатистическое, там, 4-5, не более, то ты понимаешь, то, что сейчас где-то как-то можно чуть поддавить, и на основании того, что он там видел, да, если он тебе картину какую-то сдаст, то ты сейчас можешь его закрывать, вот, если он к тебе пришел к первому, к первому, он говорит, вот, я с зарплаткой вышел, вот иду машину себе покупать, он только-только вышел, и первый автосалон, то в таком случае вы думаете о том, скорее всего, то, что он пойдет смотреть еще, с квартирами, например, да, то же самое, то есть он только-только вышел на рынок, только начинает там смотреть, и он у вас первый, что называется, точнее, вы у него первый, в этот момент вы понимаете, что будет происходить, и вы просто его программируете на дальнейшее действие, когда вы говорите, да, у вас действительно сложная задача, отлично, давайте сейчас покажу из того, что у нас есть, посмотрим, что вам нужно, необходимо, и в тот момент, когда вы будете еще где-то смотреть, я объясню, покажу, на что стоит обращать внимание, даже если не с нами будете работать, или не у нас будете покупать, ничего страшного, не важно, чтобы у вас вот оно все получилось, и все было хорошо, да, потому что, ну, людей люблю, вот такое, когда вы заботитесь, и вот этот подход, ну, давайте так, кто из вас, грубо говоря, отметил бы себе вот внутри, когда вам такое говорят, я думаю, то, что большинство, по крайней мере, именно эмоциональная связь, то есть, даже если не у нас будете брать, ну, моя задача показать, на что обращать внимание, потому что нюансов много, да, и про какие-то вещи, ну, обычно там продавцы не говорят, знаете, почему, потому что невыгодно, а я говорю, я объясню, в чем моя выгода состоит, когда вы, чем больше вы знаете, чем больше вы знаете, тем меньше вы, грубо говоря, боитесь, и так далее, а самое главное, чем больше вы знаете, тем больше доверия, и, кстати, еще один из, одна из стандартных, скажем так, вещей, которые однажды сказал, и прям самому понравилось, а потом превратилось в такой стандарт, вы можете, раз, два, три, четыре, опля, появились, пока я исчезал, я надеюсь, что там никто ничего не пропустил, я сейчас скажу, стандарт выглядит следующим образом, вы человеку говорите, следующая, вы говорите, там Анатолий, послушайте, не моя задача вот сейчас продать вам, вот продать вам сейчас, это не является моей задачей, знаете, что является моей сверхзадачей, я объясню, продать всем вашим близким, знакомым, родственникам, да, моя задача сделать так, чтобы ваши дети потом у меня покупали, там братья, сестры, не знаю, там все соседи и так далее, но я смогу это сделать только в одном единственном случае, если я вам продам, и если я вам продам хорошо, вот сейчас вот продажа она постольку поскольку если я действительно хорошо сделаю свою работу то потом когда у вас кто-то будет спрашивать или у кого-то будет от вопрос вы будете отправлять их ко мне это принцип домашнего доктора то есть я знаю грубо там болезни всей вашей там семьи всех ваших знакомых и далее когда речь идет о том то что у человека что-то болит вот этом плане то всех отправляет ко мне вот в таком принц вот по такому принципу мы работаем на потому что мы хотим в городе оставаться до долго я хочу чтобы в этом городе как бы но у меня знали поэтому вот такие принципы если вы не мой клиент но я скажу то что вы не мой это вот на коротком плече это не рентабельно до отправлять человека надо но на длинном плече это даст вам очень очень хороший урожай как то так есть и третье то что необходимо сделать помимо того что обзвонили своих клиентов обзваниваем тех кто не купил откуда узнали со сколькими сравнивали вот здесь знаете такой режим искренности когда вы звоните говорите то что там елена дело в следующем до заходили к нам было помню разговаривание купили ну бывает с кем не бывает если вы поможете мне потому что мы стараемся заботимся дома наших клиентах если вдруг вы почему-то у нас не купили на это какая-то причина есть если вы с нами этим поделитесь я буду вам что называется премного благодарен будьте добры дело в том то что когда у человека в таком режиме спрашивают как правило его ставят но вот чуть выше чисто психологический там режим знаете какой люди любят себя чувствовать учителями а мужчины особенно именно учитель преподаватель там наставник и вроде как ему пришли там попросить и так далее поэтому человек будет вот что называется разговорить человека относительно легко в этом плане но к этому ко всему разумеется добавляем здравый смысл чтобы не не обращать внимание не дергаться когда человеком перегибает палку из разряда так сейчас я вам там все объясню расскажу потому что существуют люди которые ну да действительно там за этот шлюз открыл и оттуда там повалило все вот с этим аккурат есть это то что можно сделать это то что нужно сделать в принципе по призе все мне сказали то что вот вопрос а еще здесь все это дело вижу поэтому вы можете так что у меня здесь а но это контакты как бы да если кому-то вдруг надо принципе сергей азимов вот он я есть давайте ребят модераторы вы можете мне я не знаю либо со мной выйти как-то либо сказать каким образом отвечать я буду сейчас просто подряд захарова наталья как быть если это например курьерские услуги клиенту важно только стоимость мы не можем дать цену ниже или хотя бы такую же как у конкурентов сервис клиенту не важен интересен только бюджет наталья посмотрите какая штука на продается продажи они работают ну в режиме первое это чисто причинно-следственная и логика второе это эмоция вот в тот момент когда что называется не как совершенно тогда это очень серьезный вопрос к вам как собственнику как хозяйстве как к владельцу и к вашим маркетологом потому что это означает то что вы выходите на рынок и вы по сути дела можете кому-то продавать но у вас будут грубо я одноразовые клиенты которые купили что называется по незнанию как только они узнают о том то что все то же самое вот там но только дешевле и так далее то в таком случае они туда будут переходить более того не будет переходить и про вас будет говорить не очень хорошо когда мне говорят о том то что а как сделать так то что вот у нас все то же самое но только цена дороже все то же самое один в один я не являюсь волшебной палочкой да я просто бизнес тренер и у меня есть здравый смысл не более того и при помощи этого здравого смысла первое то что я бы сделал я говорю я бы нанял возьмите знаете кого и я и мшенецкая есть такая передавайте и от меня привет она занимается тем то что различные маркетинговые да вот фишки стратегии так далее у нее целая куча воспользуйтесь услугами есть такой алекс левитас то есть он тоже вот эти различные способы особенно сейчас безбюджетный да у игоря мана у него книжка давно он еще делал без бюджета по-моему называется то есть там целая куча различных вещей которые ты придумываешь и за которую по сути дела человек платит что конкретно в вашем случае здесь делать это нужен наверное мозговой штурм потому что вот так вот сразу сходится так я могу отлично павел да если что помогаете мне хорошо договорились да я могу пару кейсов рассказать они получились но такие давайте так просто вот сразу сходу это вчерашняя точно то у меня практически каждый день да вот такие вот онлайн-конференции выступления и вчера это деловая среда короче не помню это со сбербанком связано потому что я знаю человека да и с ними давно работаю вот и такая же конференция и у человека которого разбирали у него сувенирка но он занимается сувениркой сувенирка по сути дела сейчас там вся встала да то есть кому какие сувениры у меня родилась идея которые я говорю послушай вот буквально 15 секунд сделать знаешь какую вещь сувенир вот какой-то подарочный причем такой подороже из разряда там вот этот к вид 2020 мы выжили да или всем тем кто вот там дрался там до последнего врагу не сдается наш гордый варяг и так далее и раскидай по всем своим клиентам чтобы они своим клиентам качестве того что мы с вами ребята держитесь понимаете то есть если это не какой-то функционал то в таком случае это эмоциональная какая-то вещь и получить такой подарок или группа потратиться на такую вещь и сказать то что ребята мы с вами держимся все давайте в одной лодке мы выживем да несмотря на все вот это по моему это эмоционально ценно по-моему я бы за такое ну отдал денег чтобы там каким-то своим там этим там партнером раскидать и так далее если бы это было вкусно но вот это кейс который вот так вот родился именно под потребность а вторая вещь у барышни у нее ресторан ресторан кафе причем найти такой вот как бутиковый что ли все закрыто наглухо все вот эти идеи с этими как их с доставками там еще там фото производства ребята накидали а у меня родилась идея знаете какая которую я услышал у владимир константинович тарасов есть такой да это стратегическое управление очень уважаемый мной человек вот прям и самое главное мне кажется вот он один из самых самых там первых до пионеров на рынке бизнес образования очень люблю и уважаю и в частности в его там университете там я тоже преподавателем так вот у него эту вещь услышал он вот попробуйте с клиентами со своими да с людьми разговаривать следующим образом первое вот представьте да представьте например что карантин тут фу карантин не кончится никогда вопрос что вы будете делать вот представляешь как никогда а вот так никогда то есть когда ты сидишь в ожидании вот сейчас вот сейчас вот сейчас закончится сидим ждем 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 по сути дела теряешь энергию а представь то что тебе сейчас надо будет черт возьми вот так вот жить что ты будешь делать таком случае ты сейчас не будешь терять до время энергии ты прямо сейчас начнешь что-то изобретать начнешь что-то делать это раз а второе второе ты делаешь что ты сейчас сидишь и думаешь вот посмотри карантин закончится я надеюсь что он закончится скоро не скоро там смотрим глядим и как только закончится карантин какая мысль мне придет в голову знаете из раза того что блин у меня столько времени было черт возьми черт я прошляпил то это время вот что такого вы можете делать прямо сейчас чтобы когда ворота распахнуться и все ломануться что-то там где-то делать или тратить какие-то деньги еще что-то что вы такого прошляпили и вот что такого можно делать прямо сейчас и вот именно такой мысль любого знаете что я сказал барышня а вы знаете что сделаете я думаю то что люди после карантина они какое-то количество людей они реально соскучиться вот по этим да вот посиделкам там обнимашкам не знаю вот вот с друзьями как-то посидеть я говорю знаете что сделаете возьмите позвоните сейчас позвоните своим у нее там база какая-то не знаю там в тысячу полторы тысячи клиентов те которые вот ходят я так понимаю то что это ну вот плюс-минус все-таки не просто там забегаловка это действительно хорошее какое-то уютное там место и в городе знает я говорю позвоните своим клиентам и скажите ребят послушайте карантин закончится людям захочется посидеть но реально захочется посидеть поэтому у меня сейчас предложение чтобы вы потом в очереди не стояли или там ой а как так что все занято давайте сейчас забронируем за вами там выходные ну потому что это реально люди вышли вот через сейчас встречаться давайте забронируем выходные и я думаю то что целая куча народу которые скажут да в самом деле ну хоть гульнем черт возьми отметим это окончание дома устали сидеть это раз а второй когда все выходные забьются звони дальше говори ребят посмотрите то есть вот начало по всем самым любимым продаем это потом звони по базе говори ребят посмотрите у нас тут такое дело да то есть люди звонят и забили уже все выходные то есть реально забиты но так как людям все равно хочется посмотрите может быть среди недели что-нибудь мало ли вторник среда на то есть цена пониже тогда я надеюсь ненадолго убегал и соответственно что из этого получается из этого получается следующий я за сегодня я за сегодня сейчас могу забить вот свои скажем так два месяца будущих месяцев без спешки без этого и самое главное уже готовить команду если у меня действительно забита практически на каждый день я сейчас могу точно понять сколько мне надо продуктов сколько мне надо этих и так далее потому что если вдруг сейчас вышел она меня навалилась вот это все не я не команда не поставщики мои они по сути дела к этому не готовы я могу потерять деньги но вот это то что мне пришел вот в голову что называется в режиме такого мозгового штурма что называется ну вот как то так да сергей на самом деле у нас есть еще несколько вопросов от слушателей давайте сейчас как раз оставшееся время на них и ответим давайте сейчас заходят во все сферы федералы с низкими ценами нам вообще нет даже не пытаться выживать спрашивает слушатели давайте так абсолютно нет вот именно абсолютно его нет то есть я не могу сказать когда вообще это подразумевает абсолют это означает то что вот поднять лапки и так далее во первых для того чтобы давать советы именно вот в конкретной какой-то отрасли в ней надо мне грубо говоря там вариться да и не один год я думаю то что вы все-таки ночи а который задал вопрос он больше меня в этом понимает но тот принцип который используется ну или я предлагаю к рассмотрению практически везде вы то что делаете вы абсолютно четко замеряете сколько времени вам понадобится и сколько средств для того чтобы что называется замерить тенденцию то есть вы говорите я полгода буду честно бороться и бюджетка на который который я могу вложить с учетом того то что даже если я проиграю он вот такой я начинаю этим заниматься я начинаю работать еще с кем-нибудь я начинаю привязывать к себе тусить своих людей локолов по крайней мере и так далее и смотрю что из этого получается смотрю как я себя чувствую если же нет у меня есть план б да не сработало план б что я буду делать поэтому вот сто процентов нет но вы абсолютно четко даете себе время на то чтобы посмотреть что как то же самое в отношениях когда ты не знаешь что и как или вот что-то у меня чувство какое-то ты даешь себе не знаю там две недели месяц полгода ну в зависимости от того какой вопрос ты хочешь решить и смотри что происходит как ты себя чувствуешь либо меняется ситуация либо меняется что отношение к ней можешь поменять сделай да спасибо большое за ответ и следующий вопрос он более конкретный что делать если не можешь выйти на лпр то есть лицо принимающее решение менеджеры например собирают коммерческие предложения без встречи и оценки сервиса у нас консалтинговая компания консалтинговая компания еще раз менеджеры так я это здесь увижу вопрос в том что делать если не можешь выйти на лицо принимающее решение посмотрите так я здесь сейчас не вижу давайте так консалтинговая компания консалтинговая компания это всегда такой знаете как я бы не проходил это вот просто вот звонком что называется да потому что на сегодняшний день несмотря на то что звонки как проходить секретаря и так далее целая куча там ю тубе потому что проход секретаря он делается по двум направлениям первое направление это так называемые обманки то есть когда вы обманываете секретаря то есть эти вещи у сергея филиппову дима дима ткаченко очень хорошо разложил да эти вещи как делать володя и куба он из и чар да то есть когда вы вообще не говорите секретарю о чем идет речь вы просто там а директор там не убежал еще там или там сорвалась соедините еще раз то есть ну и так далее то есть в тот момент когда вы разговариваете с директором вот там вот там когда вы говорите консалтинг и так далее она ничто по сравнению с тем то что нахожусь у вас на сайте да вижу то что вы занимаетесь стройкой дело в следующем дамы консультанты и мы отработали с сейчас со строителями то есть вот вашей сфере получили хорошие результаты я подумал о том то что было бы неплохо еще с кем-нибудь эту штуку сделать провернуть и так далее звоню для того чтобы здесь уже зависим звоню для того чтобы высвать как это что мы сделали схематически а потом договариваться о том чтобы внедрить все это у вас речь идет о следующем раз-два-три туда конкретику закидывать чисто технические скрипты то есть когда вы но это уже знаете там навык менеджерский то есть после того как я сказал цель звонка смысл встречи вот здесь после этого не делать паузы обязательно задавать вопрос если мне нужна какая-то информация я из человека еще 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 вытаскиваю потому что когда я говорю а вы так понимаю вас северо-запад регион все верно и он автомате кивает до уральский уральский регион а ну а безранцы я сейчас именно о технологиях то есть те вещи которые я преподаю если я скажу то что мы занимаемся тем что да у нас стройка мы отработали проект получили хорошую прибыль в двух словах за последний квартал выскочил выскочил и снова зашел тарам есть да мы вас видим и слышим все хорошо просто но мне считать проявлять когда говорю то что мы отработали хорошо и порядка 15 процентов наши клиенты там получили при приост если я сделаю паузы вот здесь либо будет вопрос если вдруг ему действительно интересно ты что-то вкусное сказал но как правило человек будет все-таки на автомате говорит то что это все отлично прекрасно спасибо не надо или вышли по электронной почте а если я скажу все то же самое но задам вопрос то есть я скажу у вас регион я так понимаю вы на урале все верно и он автомате ответит то есть вот он вот она идет продолжение продолжение разговора потому что скажу уральские регионы там есть есть своя специфика да буквально пару вопросов позвольте и опять накидываешь раз-два-три ребят это скрипты это навык это навыки но я думаю то что вот прямо здесь и сейчас их объяснять не очень полезно потому что тезисно я объясню все будет понятно но для того чтобы навык в конце не делать пауза сразу задать вопрос еще знать какой вопрос задать но эта работа эта работа как раз таки вот такая отрабатывать в поле давайте следующий вопрос сергей большое спасибо за столь содержательный доклад и такую концентрацию полезной актуального контента я думаю что мы следующий